Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам. Евангелие от Матвея, 15 глава, 26 стих. Из беседы святителя Иоанна Затопустова. Что значит этот новый и необыкновенный поступок Иисуса? Иудеев неблагодарных водит, из засловящих призывает, и искушающих не оставляет, а ту, которая сама приходит к нему, просит его и молит, которая не знала ни закона, ни пророков, и между тем показывает такое благочестие, он не удостаивает даже и ответа. Кто бы не соблазнился о Иисусе, видев поступок, так не согласны с молвою о нем. Слышно было, что он сам обходил селение для того, чтобы исселять больных. Но вот он отвергает и ту, которая сама пришла к нему. Кого бы не преклонило такое страдание и такая покорность, какую умоляла жена о своей злостраживающей дочери. Она не почитала себя достойную благодеяния и пришла не с тем, чтобы требовать должного, но просила оказать милость и изъявляла только свое несчастье. И при этом не удостоена ответа. Может быть, многие из слышавших это соблазнились, но она не соблазнилась. И что я говорю не из слышавших? Я думаю, что и сами ученики тронулись несчастьем жены, смутились и опечалились. Однако, и смутившись, они не смели сказать ему, окажи ей милость. Ученики его, приступив, просили его отпустить ее, потому что кричит за нами. Христос же отвечает, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Он и тем не удовольствовался, но еще более умножает ее недоумение, говоря, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Удостоив ответа, Господь своими словами еще более поразил ее, нежели молчанием. Он уже не ссылается на другого в свое оправдание и не говорит, я послан. Но чем более усиливает она свою просьбу, тем и он решительно отказывает. Он же не овцами называет иудеев, но чадами, а ее псом. Как же поступает жена? Она в самих его словах находит в себе защиту. Если я пес говорит, то значит я не чужая. Жена любомудрствует, показывает великое терпение и веру, несмотря на свое уничижение. Иудеи же, получая исцеление и почести, воздают противным. Я знаю, говорит она, что чадам необходимо давать пищу, но и мне она не совсем возбранена, несмотря на то, что я подобная псу. Если мне вовсе нельзя пользоваться пищей, то нельзя участвовать и в кровах. Если же я могу иметь, хотя малое участие в ней, то мне она не совсем возбранена, несмотря на то, что я подобна псу. И лучше потому, особенно, я имею в ней участие, что подобная псу. Христос знал, что она скажет это, потому-то и медлил оказать ей помощь. Для того и отказывался даровать ей просимое, чтобы показать ее любомудрее. Если бы он вовсе не хотел оказать ей помощи, то не оказал бы ее и после этого, и не стал бы снова заграждать ей уста. Но как поступил он сотникам, сказав, я приду и исцелю его, Матфея 8 глава, чтобы мы узнали о благочестие этого мужа и услышали от него слова, недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Как поступил он с кровоточивою, сказав, я чувствовал силы, исходящие из меня. Иван Георгий 8 глава. Чтобы через то сделать известную веру ее, как поступил с самарянкою, чтобы показать, что она не отошла от него и после обличения, так поступает и теперь. Он не хотел скрыть столь великой добродетели жены и то, что говорил ей, говорил ей не для того, чтобы укорить ее, но чтобы признать, призвать к себе и открыть скрытое сокровище. «Но ты вместе с верою познай и смиренно мудре ее». Господь назвал иудеев чадами, а она не удовольствовалась этим, но назвала их и господами. Так далека она была от того, чтобы завидовать славе других. «И псы», – говорит она, «идят крохи, которые падают со стола господ их. Видишь ли, благоразумие жены, она не стала противоречить, не завидовала по хвалам других и не оскорбилась о собственной обиде. Какая твердость духа!» Аминь.